В Чебоксарах завершился открытый Кубок России по вольной борьбе среди женщин на призы главы Чувашии, как это было в нашем репортаже. Это уже седьмой по счету открытый Кубок России. Сражаться за главный трофей приехали спортсменки из 34 регионов страны – Азербайджана и Киргизии. В финале зрители увидели 10 зрелищных поединков. В двух из них за медали высшей пробы боролись наши девушки. В весовой категории 59 килограммов республику представила Анастасия Яковлева. Однако сильнее оказалась ее соперница из Дагестана. Она опыта, наверное, не хватила. Она постарше там. И, наверное, и сил. В категории 65 килограммов за Чувашию боролась Алена Тимофеева. Она также уступила сопернице. У обеих наших девушек серебро. По итогу медального зачета командная победа досталась сборной Дагестана. Сборная Чувашия в десятке сильнейших команд. Очень интересно, красиво, захватывающе. Очень много новых молодых девочек проявляли себя из разных регионов. Наверное, именно на таких соревнованиях дается шанс молодым проявить себя. Проявить себя, проявить характер, волю. И зайти на педестал. И присутствие иностранных спортсменок тоже добавило, так сказать, интереса. Из прогнозов по оценкам первого вице-президента Федерации спортивной борьбы России Амара Муртузалиева с Олимпиады в Токио в 2020 году сборная нашей страны по вольной борьбе без золотых медалей вернуться не должна.